26 июня, 24 июня, я получил повестку о том, что 26 июня меня ждут в отделении управления внутренних дел по вопросу составления протокола об административном правонарушении. Указывалась статья соответствующая, это 20.3, часть 1. Честно говоря, я был в полном недоумении, потому что не имел представления вообще, о чем идет речь, в чем я мог бы быть виновен и так далее. Ну, с годами так или иначе более внимательно относиться к собственному поведению, поэтому сложно было представить, что я совершил что-то резко отрицательное и подлежащее административному наказанию. Но когда я туда пришел, мне сказали, что вот размещенный мною ролик, пасхальный ролик с яйцом и буквой Н на этом яйце, а это пасхальный ролик, потому что он был размещен 2 мая 2021 года, и, собственно, надпись к нему «Воистину ко дню» имела, скорее всего, больше пасхальную направленность, чем стремление к продвижению кого-то ни было. Но, тем не менее, мне вменили эту самую статью и подготовили дело административное, и сегодня, 6 июля, будет рассматриваться это дело. Причем, насколько я понимаю, из практики, которая сейчас складывается, это практически неизбежно приведет, с одной стороны, к обвинительному приговору, почти что бы я ни говорил, а, с другой стороны, к запрету мне заниматься депутатской деятельностью. То есть, я предполагаю, что органы власти стремятся сейчас максимально убрать из поля политической активности тех депутатов, которые проявили себя достаточно активными в период предыдущей каденции, и не допустить их присутствия в советах следующего периода. Могу сказать при этом, что вне зависимости от решения суда, из общественной активности мне исключить не удастся. Никак. Да, ну вот что называется по итогам прошедшего заседания. Несмотря на мое обращение с просьбой к суде ограничиться умственным внушением, что допускается частью девятой статьи, не частью девятой пункта 2.9 КОАПа, она, тем не менее, посчитала необходимым присудить мне штраф в одну тысячу рублей. Это минимальная норма. Но основная проблема этой нормы не в том, что приговаривается человек к той или иной наказанию ввиду ответственности, а в том, что сам по себе обвинительный приговор приводит к невозможности выдвижения в качестве кандидата, депутата на муниципальный уровень, ну да любой вообще уровень, по крайней мере в течение года, в течение периода, когда действует административное наказание. Это большая беда, большая, ну скажем так, это осложняет возможность моей работы и делает невозможную работу депутатскую, но при этом, при всем, я остаюсь общественно активным человеком, гражданином и постараюсь помогать нашим жителям в защите и отстаивании их прав и законных интересов.